Сегодня второй день святого праздника Курбан-Айт. Мусульмане в течение трех дней совершают жертвоприношения и раздают мясо нуждающимся. А как празднуют священный день Атраусцы? Все подробности в следующем материале. В первый день Курбан-Айта около пяти тысяч Атраусцев по заранку собрались в мечети. Собравшихся было очень много и внутри, и снаружи здания. В 7 часов 30 минут утра в 30 мечетях области был прочитан Айт-Намаз. После молитвы главной имам области прочитал проповедь Котпа. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у всех собравшихся горожан хорошее настроение. Во дворе мечети была установлена белоснежная юрта, были проведены национальные игры. После молитвы прихожане обнимались и поздравляли друг друга с праздником. Женщины готовили еду и накрыли праздничный дастархан. Приходя сюда, наши дети обучаются всему хорошему, желая им всем счастья. Своему народу желаю благополучия и мира. Дай Бог встретить следующих Рубанайт в здравии и спокойствии. В этот день мы встретили иностранного гостя Саджат Хусейн Шах, гражданина Индии, который долгое время проживает в Атырау. Он говорит, что Атырау – это его вторая родина. Мы всегда его отмечаем. От детства мы начинали его отмечать. Иначе до конца жизни будем отмечать. И я вообще-то, когда маленьким был, мы начинали его отмечать. И мы сейчас зарубежные. И здесь в Казахстане нахожу уже 20 лет. И я думаю, здесь тоже мы всегда будем отмечать. И сейчас мы после Немаза, начало, поедем и будем баран резать. Курбанайт – это праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый великий мусульманский праздник. Сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум саллам, сказал, самый лучший день перед Всевышним Аллахом – это первый день праздника Курбан-Байрам. В эти дни каждый мусульман должен стремиться принести радость, добро окружающим, раздавать милосты, мясо жертвенного, животного тем, кто в нем нуждается. А самое главное – обрести довольство Всевышнего Аллаха. Для прихожан центральной мечети были организованы соревнования по трем национальным видам спорта. Например, в гиревом спорте приняли участие около 50 спортсменов-любителей. Проведение этой спортивной игры закаляющего тела стало традицией каждого праздника. Поэтому жители города активно участвовали в этом виде соревнований. В результате состязания Бахтебек Бектемисов стал обладателем главного приза и выиграл барана. Он поднял гирю 55 раз, опередив своих соперников. Второе место занял Айбол Муканбетов, а третье место поделили Ерсеид Бралин и Нурлабек Хайдулаулый. Также были проведены соревнования по арм-рестлингу, в котором приняли участие около 50 человек. Первое место занял Мурат Абуталиев, а Диат Мубарин и Жасулан Шейхназаров разделили между собой вторые и третьи места. А в игре по Казахшакры с особым интересом приняли участие местные жители. Сегодня последователи Кожемукана боролись друг с другом. Один из них Руслан Изгалиев. Его необычная тактика удивила судей. В итоге он положил соперников на лопатки и получил путевку в финал. Вот и настал долгожданный момент. Руслан выиграл главный приз благодаря своей силе и сноровке. Всех поздравляю с праздником Курбанайт. Победа далась нелегко. Я приложил все усилия, чтобы достичь ее в сегодняшнем состязании. Все борцы приехали с хорошей подготовкой. Состязался с пятью борцами. Всех победил. Хочется, чтобы такие соревнования продолжались и дальше. Этот день семья Урагбаевых встретила по-особому. Старшая в семье бабушка Баламша, собрав всех своих детей, внуков и невесток, рассказала им про этот святой праздник. В доме был накрыт праздничный Дастархан, за которым звучали кии и пели песни. Баламша Алжанка за бабушка Васильевна. Семья внуков не забывает про народные традиции и пропагандирует молодому поколению. Читает пятиразовый намаз, активно участвует в общественной жизни. Член общественного фонда Хиуа, занимающегося популяризацией народных традиций. Эта семья, которая вернулась на родную землю четверть века назад, является образцовой для многих. Наши предки рассказывали нам про этот священный праздник. Это хороший праздник. В детстве мы его всегда отмечали. Желаю мира и спокойствия Казахстану.